В этом году студенты факультета организации здорового образа жизни Полесского государственного университета решили отойти от традиционных концертов в день рождения факультета и запланировали отметить праздник на спортивной площадке. Мы отошли от традиционного праздного дня факультета в виде концертной программы, а студенты предложили нам провести мероприятие именно в форме практической реализации той деятельности, на которой, собственно говоря, они и учатся. Студенты всех четырех курсов факультета организации здорового образа жизни подготовили и презентовали собравшимся самые разные направления современного фитнеса. У каждого свои преимущества. Так, первым было представлено такое модное направление, как кроссфит. Оно совмещает в себе как аэробику, силовые упражнения, гимнастику и легкую атлетику. Кроссфит дает универсальную нагрузку и более востребован в реальной жизни, чем другие виды спорта. Сегодня мы подготовили тренировку в стиле кроссфит. Это молодое направление, которое очень быстро развивается, сочетает в себе элементы почти всех силовых и легкотлетических видов спорта. То есть тренировка состоит из... Программу можно составить легко, то есть любые упражнения туда вставляешь и по кругу прогоняешь. Это могут быть отжимания, подтягивания, бег на месте с ускорением, гири, штанга, все что угодно. Студенты четвертого курса подготовили презентацию тренировки по методике, которая также набирает сейчас популярность – методика Табата. Мы предлагаем урок физической культуры инновационный, разработанный по системе Табата. Ее придумал японский ученый Идзуми Табата. Суть всей методики заключается в том, что 20 секунд мы работаем, 10 секунд отдыхаем. Всего 8 упражнений. Но специфика тренировки в том, что нужно выполнить максимальное количество повторений за минимальный период отдыха. А вот девушки со второго курса представили интервальную тренировку. Она сочетает в себе как эробные, так и силовые нагрузки. Мы презентуем для вас урок интервальной тренировки с использованием через Т-платформу. Это комплексная интенсивная тренировка, в которую включены разнообразные методические приемы. Также это цель урока нашего, что развитие силовых способностей и эробное развитие. Урок направлен наш на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, повышение общего тонуса мышц и развитие координационных движений. Сегодня факультету организации здорового образа жизни исполнилось 8 лет. Срок этот небольшой. Однако за это время было сделано немало. В настоящее время на факультете обучаются 480 студентов. Из них по дневной форме обучения 316. По заочной форме обучения 164 человека. На сегодняшний день сформировалось несколько направлений специальности, по которым мы готовим студентов. Это прежде всего физическая культура для лечебных учреждений, для дошкольных учреждений. Это оздоровительная физическая культура. Основное направление, которое и будет сегодня представлено на празднике – адаптивная физическая культура для работы с лицами с ограниченными возможностями и с особенными потребностями. В этом году мы открыли спортивно-педагогическую деятельность для подготовки тренеров по видам спорта, в частности по плаванию и погребу. Последние годы в мире фитнеса происходит настоящая революция. Старые системы теряют актуальность. Появляются новые. Не отстают за этими изменениями и факультет организации здорового образа жизни – Полецкого государственного университета. Именно студентам этого факультета предстоит изменить систему школьного спорта и физической культуры, привнеся в нее новые эффективные методики.